Друзья, ну как обещали у нас в гостях Александр Политий, профессор, бизнес-консультант, доктор экономических наук, председатель комиссии по вопросам экономики Общественной палаты Краснодарского края, заслуженный экономист Кубани, партнер консалтинговой компании. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро и вам! Александр, скажите, вот сейчас, в это время такое непростое, да, часто синоним к нему, с какими вопросами к вам чаще всего обращаются предприниматели? Вы хороший термин подобрали, непростое, да, обычно слышатся такие более экстремальные, да, более апокалиптичные определения, но на самом деле предприниматели, люди закаленные, да, потому что, как в том фильме, помните, собачье сердце, где про котов, да, мы их душили, душили. Да, да, душили. Да, вот что-то примерно самое происходило с предпринимателями и происходит. Но, тем не менее, большинство компаний, которые ко мне обращаются, их интересуют, ну, я бы сказал, два момента. Первый момент – это то, как оптимизировать бизнес-процессы, именно экономически и организационно оптимизировать бизнес-процессы в связи с тем, что появилась возможность работы онлайн на удаленке. Это вот одна часть. Как изменить мотивацию персонала? Как правильно не потерять команду? И так далее. Вот это первая группа вопросов. И вторая группа вопросов – а что будет после? То есть все мы понимаем, что это, дай бог, скоро оно все-таки закончится. И вот в связи с тем, что оно закончится, бизнес должен найти себя. Потому что, несмотря, опять же, на такие громкие, яркие, скандальные высказывания, там, что такого не было, нет и не будет никогда, да, но тем не менее, мы понимаем, что мир становится другим, и бизнес, естественно, ищет свое место в этом мире. И это вторая группа вопросов, которую я обсуждаю со своими клиентами, и мы, так сказать, планируем их будущее. Вы несколько предсказали наш второй вопрос. Мы как раз и хотели узнать, когда все это закончится, когда мы вернемся в привычное русло. Вот ваш личный совет. И бизнесу лучше возвращаться в оффлайн, к их привычному, да, к какому-то движению, или уж, раз начали осваивать онлайн, укрепляться именно в этой нише. И то, и другое. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что эмоциональная составляющая, которая никуда не ушла, и спрос, и популярность которой будет только возрастать по окончании этих событий. Вот это наше будущее. Но с другой стороны, онлайн технологии работы, и то, что мы научились гораздо шире, в десятки, если не в сотни раз шире использовать возможности онлайн работы и онлайн взаимодействия вообще друг с другом, это тоже наша реальность. Поэтому я смотрю на это как экономист, у меня профессия-то прагматичная, поэтому я должен уметь выбрать из любой ситуации самое лучшее. Так вот, самое лучшее в онлайне – это то, что бизнес может очень сильно оптимизировать свои издержки, он может исключить ряд процессов, которые не несут ценности для клиента, а соответственно для него. Это вот первый момент. Но второй момент – все-таки спрос на эмоциональное общение, на эмоциональную близость, какое-то обсуждение. В конце концов, если мы говорим о B2C, о бизнесе для покупателей, в конце концов, тактильные ощущения, какие-то органолитические свойства продукта, которые тестируются в тот момент контакта, это ведь никуда не уйдет. Поэтому я считаю, что нас ждет такой симбиоз этих двух моделей. Я тут не только считаю, но и в этом абсолютно уверен. Вот как раз-таки про вот эту модель, когда контакт близкий, скажем так, для бизнеса, где непосредственный контакт с клиентом, им как сейчас быть, как вот им подстроиться под все это происходящее? Конечно, я не могу сказать, что есть бизнесы, для которых контакт с клиентом не важен. Ну, естественно, существует, ну, возьмем самый такой простой пример, который близок к нашему краю, да, допустим, это санаторно-куротное лечение, да, и вообще услуги санаторно-куротного комплекса. Тут понятное дело, что онлайн-технологии могут быть только на стадии бронирования, на стадии обсуждения программ, на стадии мониторинга, может быть, каких-то пожеланий клиента и выстраивания программ, опять же, или лечение, или оздоровление, ну и так далее. Возьмите авиацию, ну, тоже понятно, здесь онлайн-работа может быть только как бизнес-процесс, покупки, бронирования, заказа, доп. заказа и так далее. Но все-таки, если посмотреть даже на ресторанный бизнес, ведь посмотрите, сколько людей открыли для себя возможность не готовить дома, хотя времени-то появилось очень много, чтобы готовить дома, но сколько людей открыли для себя возможность заказа вполне себе даже демократичных по цене продуктов, блюд из ресторанов, которые, ну, еще несколько месяцев назад были утопией. Поэтому, знаете, я всегда говорю так, что нужно подойти к этому прагматично, нужно посмотреть на те бизнес-процессы, которые не несут ценности, то есть не приносят дохода, вот их точно нужно максимально удешевлять. И онлайн-технологии работают для этого, ой, как хорошо подходят. А вот то, что касается эмоционального контекста, эмоциональной окраски взаимодействия, ну или в конце концов технологически обусловлено, как, например, авиаперевозка или, не знаю, туризм, вот такие вещи нужно тоже оптимизировать. Но вот сегодня очень хорошее время для того, чтобы вот эту эмоциональную составляющую как можно сильнее коммерциализировать, приблизиться к вопросам клиентов. Но если переходить к таким вопросам, как поддержка малого и среднего бизнеса, у нас в крае есть какие-то меры поддержки? Конечно. Во-первых, в крае, как субъекте федерации, действуют все те меры, которые на федеральном уровне определены и применяются. Это меры и финансовой поддержки, и имущественной поддержки, это и меры, связанные со снижением административного давления, проверки, различные мониторинги и так далее, контроли. Это одна часть. Но плюс в крае действует еще своя собственная система, которая дополняет федеральные меры и которая, с моей точки зрения, является очень логичной и очень хорошо продуманной. Потому что все-таки экономика края достаточно сильно отличается от экономики средней, скажем так, экономики российской. Это не сыревая, это потребительско-ориентированная экономика. Это экономика, в которой доля малого и среднего предпринимательства намного выше, чем в среднем по стране, а по отдельным регионам даже в несколько раз и десятки раз выше. Поэтому те меры, которые применяются в крае, они дополняют федеральные меры, разбивают в части глубины, например, да, то есть на краевом уровне для малого бизнеса предусмотрены дополнительные финансовые меры поддержки, дополнительные меры, например, освобождения или снижения арендных платежей. Ну и с моей точки зрения, как человека, который с бизнесом сталкивается очень часто, мне кажется, что самая главная поддержка сейчас – это то, что не стало проверок, это то, что не стало вот того нерва, который всегда травил и всегда делал малопривлекательным, очень стрессовым ведение бизнеса у нас. Вот я думаю, что если хватит решимости продлить и дилетину регуляторную, о которой уже мы говорим не один год, все-таки внедрить, это будет очень здорово. Скажите, а есть ли то, что изменилось в сфере бизнеса раз и навсегда? Всегда, но нам, как обывателям, этого нашим неподготовленным глазом никак не заметить, но бизнес это почувствовал очень хорошо. Конечно, конечно. И вот первое, что изменилось, и безусловно изменилось, изменилась ментальность, ментальность взаимоотношения бизнеса со своими клиентами, со своими партнерами, и изменилась ментальность вообще представления о том, что в бизнесе является ценным. Ведь, понимаете, если бы, вот мы с вами говорили бы в январе или даже в феврале месяца, то формат бизнеса в большинстве случаев был другой. Это были офисные расходы, это были какие-то ненужные логистические расходы, это было то, без чего, в принципе, как выясняется, можно прожить. И я, знаете, даже скажу, вот самый такой момент, который не на виду. Вот на виду всегда то, что происходит очень быстро, да, вот какие-то взрывные такие вещи. А не на виду – это то, что происходит медленно. Вот то, что произошло сейчас, то, что сумасшедшими темпами растет онлайн рынок, сумасшедшими темпами растет цифровизация, огромными темпами оптимизируются бизнес-процессы, выстраиваются новые цепочки поставок, выстраиваются новые отношения клиента, государства с бизнесом и так далее. Вот это происходит, может, конечно, для обывателя это и незаметно, но, поверьте, с точки зрения вот экономиста, это стектонические сдвиги. В первую очередь, ментальные, конечно. Ну и ваши прогнозы на будущий год или последующие годы? Как будет развиваться ситуация с экономикой, бизнесом? Вы знаете, Игорь, мне кажется, что ситуация будет развиваться очень прагматично и вполне себе ожидаемо. Потому что, если, вот, знаете, без эмоций, а спокойно посмотреть на то, что произошло, ведь, понимаете, спрос-то никуда не делся. Спрос как был, так он и есть. Он, наверное, даже увеличился где-то. Конечно, где-то. И знаете, меня даже поразила такая цифра недавно. Один из агрегаторов службы доставки, причем такой агрегатор серьезный федерального масштаба, заявил о том, что в апреле-май объемы бизнеса выросли в 11 раз. Понимаете? То есть это что значит? Спрос не исчез, спрос модифицировался. Может быть, он стал более осмотрительным. Может быть, спрос стал более прагматичным, более аккуратным в тратах. Но этот спрос остался. И, тем не менее, мы должны понимать, что это, конечно, закончится. И когда это закончится, у меня есть два таких видения. Первое видение, когда мы вздохнем полной грудью, и нам будут доступны те вещи, те привычные дела, от которых мы начали отвыкать, это будет одна история. То есть это будет взрывной рост спроса привычного. И, с другой стороны, мы увидим, что структурные изменения спроса, они уже необратимы. И мы также будем продолжать покупать онлайн, учиться в значительной степени онлайн, какие-то информационные вещи получать позже онлайн, бизнес-процессы вести вне офиса, а в офисе оставлять только то, что связано с командной работой. Вот это то, что нас ждет точно в ближайшем будущем. Спасибо большое. Ну, во всяком случае, радует меня то, что, когда все это закончится, то, что изменится, это то, что вы сможете прийти к нам уже вживую, в студию почувствовать всю эту теплоту нашего живого общения при получении такой же полезной информации. Огромное вам спасибо, Александр, что сегодня нашли для нас время и просто так обогатили. И главное, очень оптимистичный настрой. Вот мне почему-то так все успокоилось сейчас внутри, хотя я никак не касаюсь бизнеса. Надеюсь, что все, кто непосредственно связан с этим, сейчас тоже немножко выдохнули и почувствовали внутренний опор. Огромное вам спасибо. Дай бог, и вам огромное спасибо. Друзья, никуда не переключайтесь, это хорошее утро.